Боже, как болит безнадёжная изуродованная спина! Грудь вернулась колесом, голова втянулась в нующие плечи. Пальцы ломит так, что они вот-вот выронят кисть. Ещё бы! День за днём стоять, задрав голову и подняв руку вверх, ощущая, как краски стекают на лицо, норовят попасть в глаза. Сместились бёдра начисто в живот, а зад противовес разнулся в бочку. Ступни с землёй сходятся не вдруг, свисает кожу коробом вперёд, а сзади складкой вытащена строчку. И весь я выгнут, как сирийский лоб. Будь проклят, это дар, это творческая гордыня, а заодно и благодетель Папа Юлии Второй с его масштабными амбициями, прижимистостью и взрывным нравом. Пожалуй, на сегодня достаточно. Художник принялся осторожно спускаться с лесов и вдруг обеими руками судорожно вцепился в перекладину. Голова у него закружилась. В глазах потемнело. Только сейчас он вспомнил, что с утра ничего не ел. После напряжённой пятнадцатичасовой работы подобная забывчивость даёт о себе знать. Нет, так не годится. Надо взять себя в руки. Полёт из-под свода Сикстинской капеллы никак не входит в его планы. Ведь столько ещё предстоит успеть. Изувеченный неволник собственного таланта поднял глаза и самодовольно усмехнулся. Что бы ни говорили ни о друге, никто не справился бы с этой работой лучше, чему Микеланджело Буанаротти. Несмотря на то, что он всегда больше любил скульптуру, чем живопись, но за эти фрески ему краснеть не придётся. Его грандиозный замысел день за днём, год за годом превращался в ещё более грандиозный шедевр. Да и кто станет спорить с тем, что в росписи Микеланджело живописцу помогали и Микеланджело архитектор, и Микеланджело стратуарио, то есть скульптор. То, что не сделали зодчие и возводившие капеллу, дописала его умелая кисть, добавляя в нужных местах пилястры, арки, чтобы объединить в солныще фигуру гармоничную композицию. Мастер прищурился, заново оглядывая готовые фрески и представляя ещё не написанные. В центральной части плафона девять ветхозаветных сцен от сотворения мира до семирного потопа, обрамлённых по углам фигурами мускулистых обнажённых юношей. В промежутках между распалубками свода шелестящие свитками и страницами филиантов пророки и прорицательницы Севилы. В распалубках, парусах свода и люнетах библейские сюжеты, святые и папы. Шутка ли расписать огромный плафон более чем тремя сотнями фигур? Микеланджело занят этой работой долгих четыре года. Начал в 1508 году, а теперь уже в 1512. Даже не верится, что скоро капелло откроется и этот изнурительный период его жизни подойдёт к логическому финалу. Фреско. От слова сырой и свежий. Это живопись по сырой штукатурке. При росписи и фреско свежий слой штукатурки наносят непосредственно перед тем, как написать очередной фрагмент изображения. Пока стенописец спит, штукатурка высыхает. А на завтра помощник кладёт рядом новый слой, и мастер продолжает творить. Стыки нового слоя со вчерашним со временем дают трещину. И по ним можно посчитать, сколько суток заняла роспись. Гений не мог, тот создал мир за шесть дней, а у Микеланджело только на одного Адама ушло. Две недели и два дня. Ему так и не хотелось браться за этот заказ. Папе Юрьеву пришлось настаивать. Но, коль скоро кисть великого Микеланджело коснуло свода, фрески должны превзойти по мастерству все ранее созданные другими стенописцами. Гений не знает, что такое халтунь. Даже неоконченные каменные и живописные поэмы работы гениального Буонароти поражают мощью, пластичностью и оригинальностью замысла, невероятной точностью исполнения. Что же говорить о работах, доведенных им до конца и до совершенства? Может быть, минуту слабости, утомленной тяжелым физическим трудом и зависимостью от сильных мира, сего художник и жалел, что огонь демиурга в душе не позволил ему послушать отца и пойти в ростовщики или лавочники, заставив избрать иную стезю. Но на шутливые вопросы о делах сердечных гениальный скульптор, живописец, архитектор и поэт отвечал. Да, я влюблен. Любовь мне белым рамом. И любовь эта раз за разом являла удивительные плоды, делая статуи мастера живыми, а живописные работы скульптурно объемные. Какое богатство гениальными людьми представляет гористая провинция Арецу, где родились Микеланджело, Петрарко, Гвидурени, Реди, Вазари и Троя Аретина. Недаром, беседуя как-то с Вазари, Микеланджело сказал в шутку. Джорджу, если и есть что хорошее в моем даровании, то это от того, что я родился в разряженном воздухе аретинской вашей земли, да и резцы и молот, которыми я делаю свои статуи, я излег из молока моей кормилицы. Городок Капрезе Близарецу, ныне Капрезе Микеланджело. Домики под черепичными крышами утопают в зелени, а вокруг горы и долины ухоженные полосы виноградника, беззолотистые грозья, межзавитками лоз, подставляют бока щедрому солнцу. Здесь 6 марта 1475 года у Лодовико и Франчески Буонаротти родился сын. Мальчика назвали Микеланджело де Лодовико де Леонардо де Буонаротто Симони. Микеланджело – это уменьшительно ласкательное имя, ангелок Михаил. Много позже он подписывал так даже официальные письма. Род Буонаротти некогда был богатым и влиятельным, но к моменту рождения Микеланджело об улог благоденствии остались лишь воспоминания. Отец будущего художника служил под эстой. Эта должность, некогда означавшая правителя полиса, тогда уже потеряла прежнюю значимость. И так называли исполнительной судебной власти в небольших городках. Вскоре Лодовико отозвали по Флоренцию. Франческа снова ждала ребенка. Была болезненно и слаба, так что малыша Микеланджело пришлось отправить в деревню Сетиньяну. Кормилице, жене каменотеса. Мальчик рос среди трудяк и близжижащего мраморного карьера, играя во дворе среди еще неотесанных и уже отшлифованных глыб. Когда ангелочку было шесть лет, его мать умерла. Юный Микеланджело, вернувшийся в отчет дом в Флоренции, безо всякого интереса учился в латинской школе Франческо Даурбино, расположенной в мрачном здании, похожем на застену, и изрисовывал пером или куском угля дорогую бумагу, предназначенную для занятий. Кладовиков видел счастье сына отнюдь не в искусстве, а в профессии коммерсанта. Но каким-то чудом, а точнее, благодаря своему горячему желанию заниматься любимым ремеслом и невероятной настойчивостью, Микеланджело все-таки добился разрешения отца учиться в Ботеке, в мастерской известного живописца Доминику Герландайю. Там же постигал ази мастерства старший друг Микеланджело, Франческо Граначи. На решение Кладовика не мог не повлиять тот факт, что Герландайю разглядел зачатки таланта у тренадцатилетнего паренька и согласился выплачивать ему жалование как подмастерью, в то время как другие ученики, наоборот, сами платили за обучение. Знал ли мастер, что его станут чаще вспоминать как учителя Микеланджело, чем как художника? Увы, избывшаяся мечта недолго радовала Микеланджело. Да, он многому научился у Герландайю, и именно здесь он начал постигать секреты перспективы и человеческой анатомии, законы пропорции и технику рисунка. Флорентийская школа отличалась любовью к уверенным четким линиям, сочной решительной штриховкой. Юноша даже имел дерзость оспаривать авторитет учителя. Вазари рассказывает, что однажды один из учеников скопировал работу Герландайю, а Микеланджело схватил этот лист и несколькими штрихами исправил очертания, изображенных на рисунке женских фигур. И все же рисунок и живописи не были желанным делом его жизни, а лишь этапом на пути к заветной цели. Солнечное тепло и могильный холод мрамора, многообещающая шероховатость необработанного монолита и упоительная гладкость отшлифованных граней, мощь грубоотесанной глыбы и трогательное изящество готовой фигурки. Вот что страстно желали ощущать его руки. Еще в детстве будущий мастер понял, разгадал тайну камня. Он живой, просто спит. Если отсечь все лишнее, разбить каменную скорлупу и освободить будущую статую от оков, жизнь забурлит в ней, потечет по мраморным прожилкам и притянет восторженные красотой, испуганные и разбуженные силой или возмущенные и первозданной откровенностью зорой. Паскаль писал, что зрелище угольных разработок способно свести человека с ума. Стоя над ним мраморного карьера и глядя, как инструмент в умелых руках ходит, нестерпимо сверкающий на солнце камень, словно масло, понимаешь, что здесь можно стать творцом. Через год Микеланджело оставил Боттегу Крилландайо, чтобы продолжить свой путь под руководством другого замечательного мастера своего времени, скульптора Бертольду. Он научился любить и уважать необработанный камень, как человеку и надлежит уважать и любить все то, с чем он призван бороться. Марсель Прион Микеланджело Лоренцо Дея Медичи, правитель Флоренции, получил от современников прозвище «Великолепное», и это не было пустой лестью. Может быть, и не безупречный красавец, а взгляда портретистов не ускользнули ни носу тицей, ни выдвинутая вперед нижняя челюсть, но несомненно статный, величественный, со светом разума в глазах, со вкусом одетый Лоренцо. Не только могущественный политик и глава крупнейшего банка, но и поэт, философ, меценат, ценитель прекрасного создал при своем дворе атмосферу, достойную внимания всех муз. Он окружил себя талантливыми людьми и памятниками культуры, поддерживал гуманистов, основал Академию искусств. Постоянно пополняющееся собрание античных статуй, принадлежавшее Лоренцо, было уже так обширно, что новым экземплярам не находилось места во дворе, как не было место мраморным и гипсовым калекам, только что извлеченным из земли или из со дна морского. Без носа, а и то и вовсе безголовые, с отбитыми конечностями фигуры и бюсты, покрытые патиной, множеством трещин, сколов и рытвин, но сохранившие следы былого совершенства. Уникальная часть истории, доказательства неподвластного времени, мастерства древних воятелей. Бесценным находкам, тем, с которыми судьба поступила милосердно, и тем, что пострадали от тяжелой руки времени, Лоренцо нашел достойное место под флорентийским солнцем. И называлось оно Сады Медичи. Отыскать ли более подходящий уголок для занятий будущим живописцем и скульптором? Именно в этих садах рисовали и воялись натуры ученики Академии Медичи, где под руководством пожилого мастера Бертольдо продолжали свое обучение Микеланджело и Граначи. Вскоре Лоренцо, пораженный выразительностью юношеских работ Микеланджело, поселил юношу в своем дворце, назначил содержание и разрешил присутствовать за общим столом как члену семьи. В лучшей школы и желать невозможно. При дворе Лоренцо было обычным делом говорить стихами, обсуждать классику и новинки литературы и искусства, вести философские споры. Юноша жил, широко раскрыл глаза и навострив уши и впитывал, как губка, знания и идеи. Вероятно, тогда он и начал осваивать поэзию. Хотя ранние строки Микеланджело не сохранились, и мы об этом можем лишь догадываться, но его стиль произрастает из традиций неоплатоников, которые были в почете притворила Лоренцо Великолепного. До нас зашло более ста стихов и стихотворений строк Микеланджело, от лирических до гражданских, может быть, не всегда совершенных по форме, но также точно выражающих идеи автора, как и его живописные скульптурные детища. «Он говорит вещи, вы же говорите слова», замечал поэт Себастьяна Дель Пьомба в послании с собратьем по литературному цеху. Интерес к античной мифологии, приобретенной среди ученых друзей Лоренцо, вкупе с полученным от Бертондо умением, позволили 17-летнему Микеланджело создать рельеф «Битва кентавров с Лаптифоней». Сложная многофигурная композиция, отвечающаяся анатомической правдивостью, сплетенных в порыве схватки тел, подтвердила, что Лоренцо не ошибся, узрев Микеланджело мастера, поцелованного Богом. Но не все радовались успеха молодого человека. Где талант, там и черная зависть. К тому же Микеланджело, как нередко бывает, от излишней застенчивости порой производил впечатление человека заночевого и резкого, и при том был острый язык, правдив, не способен налезть. Воспоминания современников, письма, стихи Микеланджело рисуют нам образ гения с тяжелым характером, мнительного, язвительного, не вносящего малейшей критики, тем горячее любившего немногих своих друзей, чем труднее ему было подпустить к себе людей на расстояние, необходимое для дружбы. В итоге словесной перепалки другой ученик Академии Медичи, будущий скуптор Ториджано, сломал Микеланджело нос, навсегда, навсегда обезобразив лицо художника. За это Лоренцо Медичи выслал Ториджано из Флоренции. Микеланджело же, и без того не почитавший себя красавцем, очень страдал из-за испорченной внешности, еще больше стал пропадать в мастерской. Нельзя сказать, что Микеланджело был так уж некрасив, хорошо сложенный, среднего роста, широкоплечий, желистый, с высоким лбом, чувственной нижней губой, с маляными кудрями, в карих глазах желтоватые и голубые искорки. Но он был склонен отыскивать достоинства, закрывая глаза на недостатки. С юношеским максимализмом, который сохранится до старости, Микеланджело желал лишь совершенства и никаких уступок. Микеланджело способен воплотить все добро и все зло человечества в одной единственной фигуре. Франсуа Милле Старший сын и наследник Лоренцо, Пьеро, не обладал достоинствами отца и не разделял его увлечения. В 1492 году Лоренцо великолепный умер, и осиротевшие музы разлетелись из дворца Амельичи. Можно представить, какое опустошение ощущал Микеланджело, в чьих ушах еще стояли ученые беседы и чарующие звуки музыки, витавшие под расписными сводами дворца, стоя на пороге своей старенькой детской. Теперь он сам себе наставник. И тут весьма пригодилось знакомство с одним просвещенным святым отцом, заправлявшим городской богодельней. Еще недавно церковь относилась к анатомии как к акту надругательства над умершими, и теперь в эпоху Возрождения художникам приходилось восполнять вызванные этим пробелы в знаниях. Даже великий и разносторонний Леонардо, старший современник Микеланджело, допускал порой в схематических рисунках внутреннего строения человека досадные неточности. Ученый-знакомец Микеланджело дозволял художнику скрывать трупы бедняков, представившихся в церковной больнице. Изучая каждую мышцу, каждую косточку и связку, Буонардо шагнул куда дальше, чем мог бы прийти путем простых наблюдений. На протяжении жизни он не раз возвращался к таким урокам естествознания, вскрывая также и трупы животных. В старости Микеланджело загорится идеей написать учебник по анатомии в помощь другим художникам, но так как он не был уверен в своих литературных способностях, да и временем свободными не располагал, эта затея так и осталась невоплощенной. Умения, порожденные этими опытами, даже привело к появлению жутковатой легенды, блуждающей в веках. Показывая Микеланджелову картину «Распятие Христово», рассказывают всегда, будто бы он, желая естественнее представить умирающего спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью. Но анекдот сей совсем невероятен, пишет Карамзин. Между тем, для Флоренции настали трудные времена. Город ожидал нападения французской армии, неудачное правление Перо подорвало народное доверие к семейству. В результате переворота Медичи были свергнуты, дворец разграблен, статуи разбиты. К власти пришел безноватый монах, доминиканский проповедник Савонарова, беспощадно расправлявшийся со всем, на чем лежит отпечаток язычества. Ни щадения людей, ни книг, ни шедевров искусства. Еще до падения Медичи, в предчувствии кровавой бойни, художник в обществе двух приятелей покинул родной город, чтобы посетить Венецию и Болонию. В Болонии ему посчастливилось ознакомиться с потрясающими скульптурными шедеврами работы Япопа де Лакверча, которые произвели на юношу неизгладимое впечатление и выполнить ряд выгодных заказов. Но местные воятели разразились угрозами в адрес пришлого конкурента, понимая, что в честной борьбе им его не одолеть. Микеланджело ненадолго вернулся домой, с грустью наблюдая, как изменилась Флоренция всего за несколько лет, прошедших с момента смерти Лоренца Великолепного. Вскоре мастерством Микеланджело оказался очарован Рафаэле Риарио, кардинал Сан-Джорджу. По научению одного из меричей, Микеланджело отослал кардиналу собственноручно сделанного и состаренного Купидона, с легкостью выдав его заподлинный антик, а позже признался в мистификации. Но Микеланджело и сам оказался обманут. Посредник отдал автору лишь малую толику, вырученной от продажи суммы. Чтобы разобраться с этим происшествием, художник, вооруженный рекомендательными писемами от друга из клана Медичи, кардиналу и другим влиятельным горожанам, отправился в Рим. Золотой век древней столицы миновал. Бесценные камни некогда прекрасных античных храмов были растащены, как рядовой строительный материал, да и нравы не отличались безупречностью. Зато Вечный Город подарил нашему герою покровительство кардиналов и знаки, что означало новые заказы и возможность оставить новый след в искусстве. Именно здесь, в атмосфере противостояния и неразрывной связи двух культур, в одном из крупнейших гнезд христианской церкви, свитом на античных камнях, он создает две свои знаменитые работы, такие разные по духу и равновелико поражающие степенью мастерства. Это вакх и пьета, оплакивание и Христа. Бог виноделье, сама витальность, воплощенная умение пить, радость и наслаждаться полной чашей, в членах его и стома, в глазах дурман. Сын Божий, которого не миновала чаша, полная страданий, подлинное свидетельство того, как внимателен был художник в своем исследовании смерти. Тело, снятого с креста, одеревенело, уста бессильно разомкнуты, веки безжизненные. Тело Иисуса покоится на руках матери, которая по виду моложе своего сына, но не отсутствием печали, дарованной ей молодость и красота. Непорочное дело словно возвращается момент благовещения, на лице ее не горя земной женщины, но задумчивость знающей, которая видит не конец жизни земной, а начало жизни вечной. Чудо, что камень, лишенной первоначально всякой формы, можно было когда-либо довести до того совершенства, которое и природа с трудом придает плоти. Джорджу Лазари. Кто мог ожидать, что из этой высоченной клыбы мрамора, много лет простоявшей без дела на монастырском дворе, родится шедевр? Мастер, когда-то пытавшись опустить ее дело, неудачной обработкой испортил дорогой камень. Как казалось, безнадежно. Буанароти же давно приглядывался к продырявленной колонне. И вот, будучи в Риме, он получил письмо от приятеля с предупреждением, что колонна, кажется, вот-вот найдет хозяина. 26-летний воятель после 5 лет отсутствия спешно вернулся во Флоренцию, добился разрешения завладеть камнем и приступил к работе. Узкая, длинная, да еще и испорченная глыбина диктовала условия. Своими размерами сковал в движении будущую фигуру. И статуарио долго корпел над эскизами, прежде чем его гений смог вписать свой замысел в капризные мраморные формы. Флоренция к тому времени, свергнувшая своего нового диктатора Савонарову, была пронизана духом свободы и нуждалась в новом символе. Микеланджело вдохновил образ Давида. Мифический юный пастух, сразивший великана Голиафа, по замыслу автора напоминает о независимости Флоренции и призывает власть имущих к справедливому правлению. Недаром по окончании работы в 1504 году мраморный исполин был перевезен на площадь Синьории и установлен под огнами городского совета, а его строгий взгляд из-под нахмуренных бровей направлен в сторону могущественного Рима. Чтобы транспортировать высоченную статую, помогавшие Микеланджело мастера изобрели специальную конструкцию, деревянную туру, кверху которой с помощью веревок, перекинутых через лебедку, подвесили Давида. Что было, когда статую водрузили на пьедестал и сняли с нее доски, мы можем лишь догадываться, ибо одни биографы твердят, что зрители застыли в немом восхищении, другие же уверяют, что честные христиане забросали колоса камнями, возмущенные откровенной наготой аллегорической фигуры. Как бы то ни было, если до сего момента кто-то мог не слышать имя мастера, то отныне его слава была несомненной. Одна из работ Микеланджело, которую мы никогда не увидим, потому что она так и не была создана, и та нашла себе место в веках. Речь идет о ненаписанной фреске в большом зале муниципального совета. Леонардо да Винчи, ему было 52 года, Микеланджело 29, уже получил заказ на роспись одной из стен этого зала, когда конфалониер Пьер Саттерини поручил Микеланджело заняться другой стеной. Батальные сцены должны были украсить зал, напоминая о славных боевых подвигах флорентийцев. Вслед за Леонардо Микеланджело приступил к работе над подготовительным картоном. Забегая вперед, нужно сказать, что оба картона не сохранились до наших дней, и мы можем судить о них по авторским наброскам, а также отзывам и копиям, сделанным современниками и потомками. Сцены стали невероятно популярны для копирования. Например, работа Леонардо жива в копии Рубенса, Микеланджело в копии Рафаэля. Два гения, зрелый и молодой, оказались в ситуации, когда их просто не могли не сравнивать. Это было противостояние не только художников, но и двух людей с различным опытом и видением жизни. Оба постарались блеснуть сильнейшими сторонами своей техники, но один обнажил животную сущность агрессии, другой же воспел телесную красоту, готового к сражению в войне. Леонардо Флорентийц, долго проживший в Милане, получивший заказ на сцену борьбы флорентийцев и миланцев, словно в издевку, не видел в войне никакой патетики и в работе выразил свое отношение к этой мясорубке. Его битву при Ангиаре лучше всего охарактеризовать Лермонтовским смешались в кучу кони-люди. Зрители видели одинаково звериное в лицах людей и мордах коней. Микеланджеловская битва при Кашине демонстрирует солдат во время купания в реке Арму, получивших известие о приближении неприятеля, словно забывая, что война беспощадно расправится с их телесным совершенством, обнаженные воины бросаются к оружию и в этом желавшие символов видели знак готовности к борьбе. Работа пронизана пристрастием мастера к любованию человеческим и особенно мужским телом, упоением его безграничными пластическими возможностями. Художник избрал выразительное средство, бывшее его коньком. Тема мужского дню красной нитью проходит через творчество Микеланджелу, заставляя исследователей ломать головы над тем, что же значили фигуры обнаженных юношей в росписи сикстинской капеллы или на заднем фоне тон-до-донии, изображающего святое семейство. Кто же победил в негласном соревновании Долгенеев? Искусство. Ибо до тех пор батальная живопись имела скорее историко-политическое значение, чем художественное. И учитывая популярность картонов среди последователей, можно говорить о важнейшей веке в развитии данного жанра. Увы, Фреско Леонардо погибло во время неудачного эксперимента. Мастер применил масляные краски им же изобретенного состава и попытался высушить их, разведя костры, чем безнадежно испортил работу. Микеланджело свою фреску так и не написал. Почему? Остается только догадываться. Скорее всего, помешал новый заказ, сделанный художнику Папой Римским. Но, возможно, он просто доказал все, что хотел, создав картон, слава которого пережила саму творение. Я думал, что возьмет твое величие меня к себе не ехом для палат, а лезвием суда и кирей гнева. Но есть к земным заслугам безразличие на небесах и ждать от них наград, что ожидать плодов сухого древа. Микеланджело Слава Микеланджело достигла ушей новоизбранного Папы Юлия II, и художник получил приглашение в Рим. Ему предстояло приступить к возведению гробницы честолюбивого Папы. Великолепный многофигурный проект, придуманный Микеланджело, понтифику весьма польстил, и художник лично отправился на каменоломни в Керару, где с апреля по ноябрь 1505 года занимался поиском и обработкой нужного мрамора, чурясь от ослепительного сияния белоснежной тверди. Он и представить себе не мог, что эта гробница с перерывами будет похищать его время на протяжении долгих лет, даже и после смерти заказчика. Последний договор о возведении «Усыпальнице», в котором фигурирует имя Буа Нароти, был подписан в 1542 году, то есть 37 лет спустя. Так началась новая страница жизни Микеланджело, которому в ту пору исполнилось 30. образ дуба это древо являлось частью родового герба понтифика, то и дело стал появляться в поэзии и изобразительном творчестве художника. По Нароти ждали судьбоносные заказы и изнурительные отношения со своим покровителем по накалу разрывов и перемирений, не уступавшие иным супружеским. Творческие и хозяйственные разногласия усугублялись политическими. В стихах Микеланджело то и дело проскальзывали выпады в адрес Юлия Второго по различным причинам. От его скоредности до ситуации в разрываемой усобицами и живущей под угрозой французского вторжения Италии. Здесь делают из чаш мечи и шлемы и кровь Христову продают на вес. Как бы то ни было, под патронажем Юлия Второго гений Микеланджело принес бессмертные плоды. Ни о каком другом произведении мирового искусства не было высказано таких противоречивых мнений, как об этом Моисеи с головой Пан. Макс Заурланд По первоначальному замыслу для гробницы Юлия Второго предстояло изготовить около сорока статуй. Но Микеланджело помимо самой богато из украшенной гробницы успел выполнить четыре фигуры Победа, Моисей, умирающий раб и восставший раб. И еще восемь оставил незаконченные. Великолепный Моисей со временем вызвал немало споров. Во-первых, что заставило Микеланджело увенчать ветхозаветного персонажа сатирями рожками. Самое правдоподобное объяснение связано с неверными и при том популярным во времена Микеланджело переводом Библии с арабского на итальянский. В оригинале говорилось, что Моисей спустился с горы синая сияющим лицом, что обозначалось словом Коран и писалось как Крым. Переводчик же воспринял это сокращение как Кэрен, то есть луч света рог и допустил ошибку. Теория тем более достоверна, что рога встречались и у других изображений Моисея, выполненных итальянскими художниками в ту же эпоху. Мистики твердят о некогда существовавшей расе рогатых людей, наделенных особой мудростью, последний из которых скончался в первом веке нашей эры, и о котором писал Плиний Старший. К этой расе якобы принадлежали и Пан, и Моисей, и легенды о них имеют реальную основу. Новых богов Зес Старым Пан и противопоставление Христа героям Ветхого Завета. Не меньше споров вызывает позу Моисея в сочетании с выражениями его лица. Можно подумать, что Моисей, спустившийся с Синаи и узревший в свой народ сотворившим золотого тельца и ему поклоняющимся, готов скачить с места. В гневе разбив священные скрижали. Здесь весьма интересна точка зрения Зигмунда Фрейда. Отец психоанализа подробнейшим образом изучил детали статуи. Положение рук, свившейся в гирлянду бороды скрижали. В своей работе Моисей Микеланджелу он делает неожиданный выпад. Микеланджелу решил отступить от текстописания. Его Моисей усмирил свой гнев, поняв, что если даст ему волю, то драгоценные таблички упадут и разобьются. Помещенная в гробнице Юлия Второго фигура должна служить укором папе и предостережением самому Микеланджелу, так как оба были весьма не сдержанного нрава. Восхищенный статуей Моисея, Юлий Второй решил заняться перестройкой собора Святого Петра, чтобы поставить грандиозное сооружение там. Много лет спустя именно работа над взведением купола этого собора станет последним делом Микеланджелу. В следующем году между художником и заказчиком произошла серьезная ссора. По одной версии у папы разыгрался пресс-служадность и Микеланджелу пришлось самому заплатить за доставленный мрамор. По другой Юлий Второй пытался контролировать ход работ, вопреки запрету мастера, пробирая всю его студию. Микеланджелу в гневе уехал домой и какое-то время горделиво отвечал отказом на требования папы вернуться в Рим. Тот рвал и метал, пытался нажать на Пьера Садди Рини, чтобы художника немедля выслали из Флоренции. Отчасти подавшись на уговоры Конфолоньера, отчасти испугавшись оказаться неудел, Микеланджелу проследовал к папе и продолжил работать над его заказом. Желая навредить скульптору, завистники нашептали папе, что строит гробницу при жизни примета дурная. Из татуаря был выдан заказ на фрески, хотя ни разу до этого он не расписал ни одной стены. Так Микеланджело оказался под потолком Сикстинской капеллы. Поначалу Буанаротти взял в себе в помощники несколько товарищей, среди которых был и друг детства Граначи, а после соскаблил их фрески, неудовлетворенные качеством. Была на стене капеллы и фреска молодого Рафаэля. Его соперничество с Микеланджело нередко противопоставляют истории последнего с Леонардо с той разницей, что Рафаэль признавал авторитет Буанаротти. С легкой руки во зари бытует легенда о том, что далее Микеланджело работал в капелле один. Современные исследователи, сопоставив время, необходимое для работы, и площадь свода, пришли к выводу, что при самом напряженном графике это невозможно и помощники все-таки были. Но это ничуть не умиляет титанического труда, проделанного Микеланджело. Микеланджело хотел ее несколько доработать. Микеланджело вернулся было к работе на досыпальнице Юлия Второго, но в 1513 году папа покинул этот грешный мир, а его преемник Лев Десятый предпочитал выковечить свое имя, а не имя предшественника. Новый папа велел Микеланджело заняться фасадом церкви Сан-Лоренцо во Флоренции, игнорировая требования наследников Юлия Второго закончить гробницу. Так будет и годы спустя. Художника неизменно станут отвлекать от гробницы Юлия своими заказами другие папы, пришедшие на смену Леву Десятому Климент Седьмой, затем преемник Климента Павел Третий. Так закончилась история отношений правителя и художника, немало сделавших для прославления имени друг друга в веках. Неизменно друг другом недовольных, как бы равно тяжелый нрав не прервал их симбиоза. День с ночью размышляя, мол, это так. Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиану. И справедливо, что он ныне мстит нам. А месть его такая. За то, что мы его лишили жизни, мертвец лишил нас света и, смеживши очи, сотнул их нам, чтобы не пристали впредь над землей. Что же сделал бы он с нами, будь он жив? Микеланджело в пояснении замысла надгробия Джулиану Медичи. Восемь лет папства льва десятого 1513-1521 года для творчества Микеланджело оказались не слишком плодотворными. Оформление фасада Сан-Лоренцо не продвигалось и причин было две. Первое связано с неумелым хозяйствованием папы, который помешал Микеланджело приобрести для работы знаменитый карарский мрамор, перенаправив его на другое месторождение, куда не была проложена дорога. Второе кроется в характере самого художника, снедаемого творческой ревностью. Он нипочем не хотел делить славу с другими мастерами и согласился взяться за проект лишь при условии, что будет работать над ним один. Зато Микеланджело удалось испытать себя в архитектуре. Он работал над проектами, по которым были построены новое сокрестие и библиотека церкви Сан-Лоренцо, лоджия Флорентийского дворца Медичи. И в этой области художник проявил свое исключительное мастерство и чувство гармонии. В 1520 году Буанароти приступил к одному из выразительнейших своих творений – гробницы Медичи. Были задуманы четыре сооружения, но закончены только два – надгробия Джулиану и Лоренцо, брата и племянника Папы Льва-десятого. В 1523 году папский престол занял Климент VII Медичи, поддержавший строительство капеллы Медичи перед церквей Сан-Лоренцо, где и была устроена усыпальница. Создание этого сооружения затянулось из-за войны на родине Буанароти в свободной Флорентийской республике. Наступал конец. Войска Папы Климента VII и императора Карла V были на подходе к городу. Для возведения новых флорентийских сооружений земляки призвали Микеланджело. Художник оказался в двусмысленном положении. С одной стороны долг флорентийского гражданина, с другой многолетняя служба папам и обязательства перед семейством Медичи, с которым Микеланджело был связан с юных лет и благодаря которому получил путевку в жизнь. Он решил не отказываться ни от одного из заказов. Флорентийская республика получила от Микеланджело не только крепость, но и денежную суду. В Буанарути входил военный совет. Занимаясь флорентийскими укреплениями, художник тайно продолжил и работу над статуями для гробницы Медичи. Ведущие фигуры в каждой из композиций символические изображения Лоренцо и Джулиану, нарочито лишенные портретного сходства, ведь по идее столь почитаемого художником Платона красота телесная есть отражение красоты душевной. На постаментах уровнем ниже пары мужских и женских фигур, изображающие утро и вечер, день и ночь. Фигура утра и ночь редкие для Микеланджело примеры женского нюм, которого обычно ему не удавалось избежать, разве что ради правдоподобия библейских сцен, и примеры превосходнейшие. Справедливо вторгаясь искусностью исполнения ночи спящей, у ног которой расположилась сова, древний символ как мудрости так и смерти Жуани Батиста Строц Старший написал ночь так сладко пред тобою спит, то ангелам одушевленный камень, он недвижим, но у нем есть жизнь и пламень, лишь разбуди и он заговорит, на что художник с горечью ответил, отрадно спать, отрадней камнем быть, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать, удел завидный, молчи, прошу, не смей меня убить. В 1529 году Флоренция была осаждена. Незадолго до этого Микеланджио, как когда-то, успел тайгом бежать в Венецию, с дальнейшими планами перебраться во Францию, в компании двух товарищей, зашив деньги в куртку. С той разницей, что теперь ему не 19, как в прошлый раз, а 54, за плечами груз славы, не позволяющий сохранить инкомнат. Сначала флорендеецы объявили его предателем, вскоре упросили вернуться и продолжить заниматься укреплениями. Микеланджио согласился и оказался вместе с отечественниками, когда город был осажден. Вскоре Флоренция капитулировала ученик Микеланджело, помогавший ему уехал во Францию и художник взял слугу Урбину, Франческу де Бернардино Амадоро. Значение этого события Микеланджело сможет оценить лишь с течением времени. Урбино прослужит ему верой и правдой четверть века, во всем помогая своему хозяину, учителю и товарищу. После прекращения осады Микеланджело пришлось скрываться. Для скульптора и живописца монументалиста нелегальное положение означает невозможность работать. Без серьезных заказов, без дорогостоящего материала руки его связаны. Помыковшись, художник был вынужден явиться перед светлой очей папы Климента Седьмого и просить о помиловании. Будучи прощенным по причине незаменимого таланта, былых и будущих заслуг, он отправился заканчивать работы в церкви Сан-Лоренцо, попутно продолжая по тренированию наследника папы Юлия Второго герцога Урбинского трудиться над фигурами для пресловутой грабницы. В эти годы Микеланджело постигли две тяжелые утраты. В 1528 году от моровой язвы погиб его любимый брат Буонаротто. В 1531 скончался отец. Горечь потерь вылилась в прочувствованные терцины, в которых Микеланджело скорбит об обоих. На родине его ничто больше не держит. Вскоре Буонаротто получил ново прославивший его веках заказ и в 1534 году навсегда покинул Форенцию, чтобы окончательно обосноваться в Риме. О гениальных людях точно так же, как и о сумасшедших можно сказать, что они всю жизнь остаются одинокими, холодными, равнодушными к обязанностям семейного и члена общества. Микеланджело постоянно твердил, что его искусство заменяет ему жену Чезаре Ламброзу. Но что это? Наш герой провел уже громадный отрезок жизненного пути, а мы еще ни слова не сказали о людях, занимавших его сердце. В 1532 году 57-летний Микеланджело познакомился с 23-летним римским дворянином Томмазо де Кавалери. Юноша был невероятно красив и страстный поклонник телесной красоты Микеланджело. Познакомившись с ним, был поражен до глубины души. Красавчик получал в подарок от мастера рисунки, как это модно было в ту пору в Риме. Более того, Микеланджело, ненавидевший писать портреты, с удовольствием воспроизвел облик мессера Томмазо. Именно ему, Томмазо, и были посвящены нежнейшие строки Микеланджело. Мой сеньор, покров сердечный ваш скрывает рядом с гордостью истоки участливости нежной, хоть дороги мне к ней еще не открывает страж. И, может быть, я впрямь от бед моих у вас найду защиту и целение. Позже, мучатый племянник художника, опубликовавший сборник стихов дяди под своей редакцией, изменил лирики, посвященные Томмазо де Кавальери, все местоимения мужского рода на женские. И до тех пор, пока в XIX веке не были опубликованы черновики Микеланджело, никто не подозревал, кто был настоящий адресат этих посланий. Истинная подоплека отношений художника к Сде Кавальери доподлинно неизвестна. Одни исследователи, основываясь на платонических воззрениях Буонаротии и его набожностей, а также его сословном и возрастном неравенстве с юным другом, твердят о том, что он был абсолютно чувств плоских утех. Другие не лишают гения права на человеческие страсти. Вазари называет Томазу самым любимым другом Микеланджело. А что же о хранительнице очагае и малышах, играющих умом художника? Увы, их попросту не было. Когда один священник сказал Микеланджело, как жаль, что вы не женились, было бы у вас много детей, и вы бы им оставили столько почтенных трудов. Художник возразил, жив у меня и так слишком мало. Это и есть то искусство, которое постоянно меня изводит, и моими детьми будут те произведения, которые останутся после меня. Личная жизнь мастера до сих пор остается предметом споров, домыслов, легенд. Сопоставляя факты, можно утверждать одно. Микеланджело не был женат и не оставил потомства. История его нежных отношений с дочерью Лоренцо великолепного Контессиной Медичи Ридольфи скорее всего плод фантазии писателя Стоуна, чья повесть о Микеланджело «Муки и радости» не является документально точной. Многие из лирических стихотворений художника, обращенные неизвестным дамам, могли быть беспредметными экзерсисами, свойственными представителям неоплатонической школы. Но имя одной женщины, близкой дружбой, с которой Буонарути бесконечно дорожил, достоверно известно. 1537-1547 годы пройдут для Микеланджело под знаком Витории Колонна. Витория, светская дама и блестящая поэтесса, просвещенная и чистая сердцем, была страстно влюблена в собственного мужа, полководца Фердинанде Франческо Авалоса, маркиза Пескарри, предпочитавшего ей военную службу. К моменту знакомства с Микеланджело она 12 лет как овдовела, но продолжала оскорбить и хранить верность погибшему мужу. 62-летнего Микеланджело и 47-летнюю Викторию связала нежная дружба, граничащая с тщательно сдерживаемой страстью, вдохновившая двух поэтов на обмен стихотворными посланиями. Мудрейшая благая Донна вам обязан семья и тяжел мне срам, что вас мой дар не так, как должно славить. Уважая религиозность маркиза, Микеланджело создавал специально для нее рисунки с евангельскими сюжетами. Кончина благой Донны стала для него потрясением. С той поры поэзия Микеланджело насыщена мыслями о потерях, старости и смерти. Скажите папе, что дело небольшое и порядок навести там нетрудно. А он наведет порядок во всем мире. Навести же порядок в живописи можно быстро. Писал Микеланджело в ответ на требования папы Павла Четвертого подрисовать драпировки на обнаженных фигурах фрески Страшный суд. В возрасте 60 лет Микеланджело снова перешагнул порог Сикстинской капеллы с кистью в руке для воплощения грандиозного замысла. По задумке Климента VII он должен был написать две фрески на стенах капеллы изгнания Люцифера с перешедшими на его сторону ангелами из рая над входом и сцену Страшного суда на алтарной стене. Первая из них так и осталась в набросках, вторая же написанная в 1535-1541 годах вызвала немало споров и ныне прочно вписана в историю мировой живописи. Заказчик вскоре умер и шедевр не увидел. Воплощал замысел Микеланджело при папе Павле III. Немалая по размеру 18 метров высотой многофигурная композиция относится к тем памятникам живописного искусства, которые можно рассматривать бесконечно, открывая для себя все новые детали и символы. В немалой степени во время создания фрески «Страшный суд» Микеланджело вдохновлялся поэзией Данте Алигери, о котором писал. Спустившись с неба в тленной плоти, он увидел ад, обитель искупления, и жив предстал для Божья лицезрение, и нам поведал все, чем мудрил. Согласно традиции того времени, Микеланджело придал некоторым персонажам черты реальных людей. Так поступал и Данте, сделавший прототипами части героев божественной комедии своих врагов. Распространено мнение, что святой Варфоломей на фреске Микеланджело носит черты Пьетро Аритину. Этот человек некогда горячо восхвалял Буонаротти. У Микеланджело анатомия становится музыкой. Человеческое тело у него выглядит таким же совершенным, как античный архитектонический элемент, писал он в 1537 году, когда работа над фреской была в разгаре. Затем Аритину оказался обижен тем, что художник не принял его советов и как это свойственно было бы Анаротти в форме довольно резкой оповеди. Сменив любовь на ненависть, Аритину подверг нападкам еще не готовую фреску, объявив ее непристойной, продиктованной гомоэротическими фантазиями, и голос его был неодинок. Изначально фреска являла собой скопище обнаженных тел. Сильный Варфоломей на фреске передавляет сотранную из него кожу Христу как свидетельство своих мучений. В чертах лица этой высохшей оболочки в руках Варфоломея Аритину угадывается автопортрет Микеланджело. В правом нижнем углу композиции в аду среди чертей видна фигура Миноса обвитого змеей. В таком виде Микеланджело в отместку выставил церемони мейстера Бьяджо Чезенского. Тот заявил, что грешащая таким количеством голого тела картина хороша скорее для кабака, нежели бабской капеллы. Разгневанный такой оценкой художник тут же взялся за кисти. Однажды карабкаясь по подмосткам Микеланджело упал и повредил ногу, но непростой нрав заставлял его отказываться от помощи врача. Художнику было проще стенать калекой гаргуном, хромцом уродом я стал трудясь и видно обрету лишь смерти дом и пищу подоходом. глава Благо среди его друзей и поклонников нашелся доктор чуть ли не против воли поставивший художника В этом же дело в том, что Микеланджело снова занимался не тем делом, которому был готов отдаться без остатка, а тем, что навязал ему папа. Оправившись от травмы, Буанаротти вскоре завершил роспись алтарной стены и представил суд на суд широкой публики, которая была отчасти в очередной раз поражена мастерством художника, отчасти возмущена его откровенностью в изображении человеческих тел. Папа даже собирался приказаться скоблить фреску, и все же церковь решила ограничиться ханжеской подрисовкой. Этот малопочетный заказ достался ученику Микеланджело, живописцу Даниелю до Вольтера Ричарели, за что последний получил обидное прозвание «Панталоник». Несмотря на случившийся скандал, Папа Павел III тут же приказал Микеланджело приступить к росписи другой капеллы – Паулины. На одной из стен этой капеллы Буанаротти изобразила вращение святого Павла, на другой – распятие святого Петра. Второй из сюжетов всегда считался достаточно сложным для исполнения. Как известно, святой Петр пожелал быть распятым вниз головой, ибо не считал себя достойным принять смерть, подобно своему учителю Христу. Изображая распятого Петра, пришлось бы жертвовать либо эстетикой, либо правдоподобием. Буанаротти нашел оптимальное для этой сцены композиционное решение. Эти две фрески стали последним живописным трудом Микеланджело. Он окончил их в возрасте 75 лет и объявил, что больше уже не в силу держать кисть в руках. Но творческий путь художника на этом окончен не был. Резца он не выпускал из рук до последнего дня своей жизни, заверяя окружающих, что ваяние позволяет ему поддерживать физическую форму. Для собственного удовольствия, а не по заказу, Микеланджело приобрел глыбу мрамора и начал новую питу. Он надевал картонный колпак, на верхушке которого крепил свечу и сквозь его сало. Эту конструкцию позволяла оставить свободными руки и начинал высекать фигуры Христа, снятого с креста, подхватывающих его тело Богоматери, Никодима и Марии. Буанаротти мечтал, что эта скульптурная группа украсит его надгроби. Сбыться этой мечте было не суждено. Неудовлетворенный своей работой, Микеланджело разбил статую. Когда его спрашивали о причине столь опрометчивого поступка, мастер ссылался то на трещину, обнаружившуюся в мраморе, то на разозлившего его слугу. Но это было позже. Когда скончался архитектор, перестраивавший собор Святого Петра, папа решил назначить на эту должность Микеланджело. Напрасно бы он на роте твердил. Я не зодчий, я скульптор. У Павла Третьего на этот счет было другое мнение. И верно, макет в кратчайшие сроки и с минимальными расходами, созданный Микеланджело, оказался куда более хорош, чем тот, на который его предшественник потратил немало времени и средств. Назначению этому не обрадовались другие, причастные к проекту лица, что много лет кормились на затянувшемся строительстве. Вспомним, задумал перестройку собора еще Папа Юли Второй. Принципиально Микеланджело не намерен был покрывать чужие хищения. С этой поры и до гробовой доски Микеланджело был вынужден строить для Папа, оставив скульптуру, отдушенный для бессонных ночей. Рим расцветал под его руками. Художник разработал проект обустройства капиталистского холма с фасадом, в нишах которого укрывались статуи, колоннами, пилюстрадами, лестницами и пандусами. После смерти Буанароти завершением этого проекта станет руководить тот самый Томазо де Кавалиери. Достраивал дворец семейства Форнезе. Строив ворота Портопия, начал возводить церковь Санта-Мария Делии Анджели в стенах древних терм Диоклетиана. Даже не самый вдохновляющий художник о работе, он по-прежнему отдавался без остатка и оставался в ней честен до конца. Хоть и пытался Микеланджелу поначалу увильнуть от трудов над собором Святого Петра, 11 лет спустя он уже душой болел за свое детище, работы над которым приостановил при Папе Юлии Третьем, возобновил при Павле Четвертом и продолжал при Пее Четвертом. «Если я брошу упоминавшееся строительство и уеду отсюда, прежде всего обрадуются кое-какие воры. Для строительства же это будет причиной его крушения», – опасался он. В конце 1555 года умер верный помощник Урбиеву, за долгие годы ставший художнику другом и поддерживавший его морально во всех неприятностях. Микеланджелу трогательно ухаживал за больным, превозмогая собственные недуги и тяжело переживал его кончину. Годы тяжелой физической работы, смерть друзей, зависимая от властей положения, интриги, далекая от идеала здоровья, бремя потяжелее каменной клыбы. Художник все чаще жаловался на старость и немощь, одиночество и недооцененность. И снова, как это уже неоднократно бывало, он пустился в бега под предлугом политической нестабильности. Риму грозили французы. С новым слугой Микеланджелу укрылся в горах Спалетто и целый год прожил в тишине и спокойствии. Здесь селились отшельники, посещение которых привело 81-летнего художника в восторг и глубоко тронуло его душу. По возвращению он писал, я вернулся в Рим меньше, чем наполовину, ибо поистине мир только в лесах и обретаешь. Но ни это умиротворение, ни почтенный возраст не удержали его удали от сует и обязательств. На слоне лет он мог бы возвратиться на родину, тем более, что на этом стал настаивать герцог Козимо де Медичи. Он весьма уважал Буанароти, преклонялся перед его талантом и обещал всяческие блага. Но Микеланджело оставался в Риме, ссылаясь на пошатнувшиеся здоровье и проблемы на строительстве купола Святого Петра. Так как возраст и болезни не позволяли ему, как раньше, подниматься под купол, Буанароти к своему величайшему стыду не доглядел за ходом работы, из-за чего была допущена ошибка, и часть камней пришлось разбирать. Друзья уговорили его выполнить точнейшую модель купола, по которой работы над собором были завершены после смерти мастера. В 1559 году к художнику обратились флорентийцы с просьбой разработать проект церкви Сан-Джувани де Фиорентин. Микеланджело не желал отказать землякам и взялся за проект, хотя работать ему было все сложнее. Еще во время создания фрески «Страшный суд» у него в причуду к прочим хворям начались проблемы со зрением. Руками и глазами художника стал молодой ученик Тиберио Кальканди, скульптор из Флоренции, осваивавший в Риме архитектуру. В качестве учебного материала Микеланджело передавал Тиберию для завершения своей работы, в том числе разбитую пьету, ему же доверил работы над церковью Сан-Джувани. Увы, нехватка презренного металла у заказчиков грубо вмешалась в судьбу этого великолепного строения. Оно не было завершено ни при Микеланджело, ни при Тиберию. Под конец жизни Микеланджело интригам против него на стройке собора Святого Петра был положен конец. Угрожая уехать во Флоренцию, художник потребовал у папы разобраться со всеми спорными вопросами. Пий IV, боясь его потерять, выгнал недобросовестного архитектора, назначенного заместителем Буанароти против воли последнего, и приказал строго соблюдать все распоряжения Микеланджело, ни в чем не отступая от его замысла. Семнадцать лет, положенных Микеланджело на алтарь собора, не стали напрасной жертвой, хоть он и не увидел свое творение завершенным. Великолепный купол в самом большой в христианском мире и легко узнаваемый, который служит визитной карточкой Рима. Микеланджело регулярно обменивался письмами с любимым племянником Леонардо, излагая происшествия собственной жизни и давая юноше отеческие наставления. Под конец письма стали приходить реже. Дядя сетовал, что ему трудно держать перо. И все же, собирая остатки сил, Микеланджело продолжал работать над последней своей статуей, отрадой для души. Отдав четырехфигурную пьету молодому Киберию, он принялся за еще одно оплакивание, названное Пьета Рандоним. Последнее движение его резца было сделано за неделю до смерти. Чувствуя скоро конец, мастер сжег многие подготовительные рисунки и эскизы, чтобы никто не увидел, как выглядели его шедевры до того, как получили совершенное воплощение. Умер Микеланджело 18 февраля 1564 года в возрасте 89 лет в своей постели, в присутствии близких людей и врача. Его провожали в последний путь в Веселин и Флоренции. Предполагалось похоронить художника в соборе Святого Петра, но племянник Леонардо с одобрения герцога Козимо выкрал тело и переправил его во Флоренцию. В тюке под видом купеческого товара. Скорбящие сограждане похоронили Буонароти в церкви Санту-Крочи, и многие талантливые художники и воятели с любовью и уважением приложили длань к украшению и угробнице. Он многое сделал и многое не завершил, но по собственному признанию мог сделать еще меньше, коли следовал бы лишь собственной воле, ибо был столь придирчив к делу рук своих, что не позволял себе изготовить ничего талантливого, лишь гениально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин